Здравствуйте! В эфире новости Тагил ТВ в студии Анна Кизилова. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Визит первых лид Свердловской области, Нижний Тагил, посетили заместитель губернатора Алексей Шмыков и министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов. Более 70 тагильчан в полуфинале в Свердловской области. Среди полуфиналистов всероссийского конкурса «Большая перемена» 550 школьников. Спектакли вне домашней сцены. Артисты нового молодежного будут показывать постановки на городских площадках. Ремонт здания театра идет полным ходом. Сегодня в мэрии обсудили исполнение мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле. Совещание провел прибывший в наш город первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Как было отмечено на совещании, перевод частных домовладений с печного на газовое отопление отстает от графика, предусмотренного комплексным планом снижения вредных выбросов. В городе Нижний Тагиле поставлена нам задача о том, чтобы все-таки выполнить 100% плана. Поэтому задачу-то никто не снимал. На сегодняшний день ведется тесное взаимодействие с профильными министерствами. Понимание боли тоже есть, что мы должны выполнить данную работу. Поэтому в этом направлении мы работаем. 200 миллионов рублей направлено на газификацию в рамках федерального проекта 888 частных домов. На 1 августа газовое оборудование и системы отопления смонтированы в 195. Дополнительным стимулом для хозяев домов должно стать снижение доли собственных затрат с 10% до 0,1%. Остальная сумма от не более чем 225 тысяч рублей – государственные субсидии. Также в план включены мероприятия по модернизации пяти газовых котельных. В процессе работы произошло ее удорожание, что подтверждено экспертизой. Кроме того, на заседании обсуждались результаты по сокращению загрязнения воздуха промышленными предприятиями города. На них ложится основная нагрузка по достижению показателей федерального проекта «Чистый воздух». И еще один визит в Нижний Тагил. Сегодня с исполнением иных мероприятий комплексного плана в рамках проекта «Чистый воздух» знакомился министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Он посетил трамвайный парк, где отправил на обкатку первые из четырех новых вагонов второй партии. Трамваи являются электрическим транспортом. Общепризнанно, что они наименьший вред наносит людям. Они являются источником, который максимально приближен к человеку. И несмотря на то, что вроде бы источник не такой большой, как завод или как промышленность, он оказывает существенное влияние на здоровье и качество жизни человека. В прошлом году в Нижний Тагил поступило уже восемь трамваев. В этом году четыре последних из двенадцати приходят. Сегодня они выходят на обкатку и к дню города выйдут на линию для того, чтобы жители могли ими пользоваться. Напомним, в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» Нижний Тагил получил 832 миллиона рублей на покупку новых трамваев. Еще более 600 миллионов городу направили на ремонт пяти котельных. Одну из них в районе Упи на Красногвардейской также посетил министр в ходе своего визита. Теплоисточник построен в 1982 году. Сейчас в здании идет ремонт и меняется оборудование. Завершение работ в четвертом квартале этого года. Старому Демидовскому заводу признанный общественный статус. Ныне музейный комплекс имеет все шансы называться «достоянием Среднего Урала». Сегодня стартовало голосование, организованное общественной палатой Свердловской области. До этого экспертная комиссия определила 15 претендентов из 109 заявок, присланных муниципалитетами региона. Теперь второй этап – открытие общественное голосование, которое завершится 1 декабря 2023 года посредством единого портала госуслуг. Для этого необходимо войти по прямой ссылке и заполнить бюллетень. Проголосовать может любой гражданин России, достигший 18-летнего возраста и проживающий на территории региона. Награждение победителей состоится 17 января 2024 года в день 90-летия образования Свердловской области. Конкурс проводится по инициативе губернатора Евгения Куйвышева во второй раз. В прошлом году достоянием Среднего Урала признан Уралвагонзавод. В августе по-новому многочисленные изменения в законодательстве начинают действовать в России в конце лета. Они коснутся социальной сферы, образования, банковской деятельности и других областей жизни. О некоторых – следующий материал. В августе увеличатся пенсии работающих пенсионеров, страховые взносы за которых продолжают перечисляться в Социальный фонд России. Будет произведен ежегодный перерасчет их размеров. Согласно установленному порядку, максимальная прибавка составит не более 371 рубля 31 копейки. Корректировка проводится в беззаявительном порядке. Запрещаются любые медицинские вмешательства, направленные на смену пола. Исключение только для лечения врожденных аномалий. Решение принимает врачебная комиссия. С 3 по 9 августа пройдет основной этап зачисления в высшие учебные заведения. Это касается абитуриентов, которые поступают на очное обучение по программам бакалавриата и специалитета. До 9 августа будут изданы приказы о зачислении. Прием документов от поступающих на платное обучение завершится до 20 августа. Если после этой даты останутся свободные места, организация сможет произвести дополнительный прием до 29 августа. Повышаются пошлины на импорт вин из недружественных стран. Кроме того, вводится запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов. А также устанавливается ввозная пошлина на фанеру и строительные материалы из полиуретана, произведенные в этих государствах. С 25 августа запрещается использовать звуковую рекламу. Под запрет попадет и оборудование, которое установлено на крышах и стенах зданий. С 1 августа вырастет утилизационный сбор для юридических и физических лиц, целенаправленно импортирующих в Россию легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили. Повышение не коснется тех, кто ввозит в страну машины с двигателем объемом до 3 литров для личного пользования. До 31 августа включительно водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, а также машинисты метро должны предоставить работодателю справку об отсутствии судимости или о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. В противном случае работать в такси и на общественном транспорте запрещается. С 1 августа в России вводится цифровой рубль. Новая форма денег, наряду с наличными и безналичными, будет обращаться в информационной системе Банка России, который проследит за безопасностью и надежностью операций. Радует глаз. На вагонке продолжается капитальный ремонт здания нового молодежного театра. С улицы уже довольно привлекательный внешний вид, а внутри во все идут отделочные работы. Открытие планируется в ноябре, а пока творческий коллектив продолжит показывать спектакли на иных городских площадках. Новый молодежный театр теперь действительно новый. Снаружи уже сияет свежим фасадом. Однако внутри становится понятно, что до картинки мечты еще далеко. Так должно выглядеть зрительское фойе по задумке дизайнера. Театральный буфет, холл в стиле лофт, но пока что серые стены и серый бетонный пол. Строители сейчас еще только переходят к чистовой отделке. Идет монтаж электрооборудования, освещение. Отделки приезжали специалисты, которые проверили акустику зала, потому что основной зрительный зал будет на 154 места. Он уже сделан гипсовыми каннелюрами. И было важно сохранить качество звука в зрительном зале. Каннелюры – это такие рельефные элементы на стенах зала. Они как раз и способствуют хорошей акустике, чтобы даже шепот был слышен на последних рядах. Но пока в зале раздается только стук молотка. Сегодня строители монтируют систему освещения. Всего их внутри и снаружи трудится более 50 человек. Кроме большого готовят и малый зал на 45 мест. Спектакли в нем будут показывать для самых маленьких зрителей. Оттого в театре его и прозвали «маминым залом». Появится еще одно пространство для общения зрителей с искусством – арт-кафе. В будущем новый молодежный надеется опробовать и летнюю сцену под открытым небом. Сейчас пока монтируются места для зрителей. Все эти работы по реконструкции ведутся на средства нацпроекта «Культура». Выделено 372 миллиона рублей. Одновременно благоустраивается окружающая территория. Это уже муниципальный контракт и 25 миллионов рублей из городского бюджета. У нас должно быть завершено к концу августа. Поэтому сейчас были проведены подготовительные работы. Полностью убран ненужный грунт, отсыпка, положена плитка, посеян гажон, уже привезена земля. Впереди у нас посадка деревьев и кустарников, потому что по периметру буквы «П» у нас будут расти кусты рыбинолесника. Здание театра будет обрамлять кизельник, и мы будем садить еще здесь деревья. Справа от театра разместят детскую игровую площадку, слева – автопарковку. Перед главным входом больше оставлять машины не получится. Реконструкция нового молодежного театра пока идет по графику. Новогодние спектакли планируют играть уже в основном здании. А пока артисты живут кочевой жизнью. Тем не менее, готовятся начать новый сезон с премьеры. Это будет спектакль в постановке режиссера Игоря Лебедева «Он. Это я» по роману Андрея Битова. Она запланирована на сентябрь. Сделайте вклад в развитие общественного транспорта. Общественная палата Российской Федерации совместно с общероссийской пассажирской организацией предлагают оценить работу общественного транспорта и пройти онлайн-опрос. Особенность идеи состоит в том, что с ее помощью удастся не просто показать ключевые проблемы в работе транспорта в конкретном городе, но и предложить собственные решения. Опрос не отнимает более 10 минут. В исследовании принимают участие пассажиры и водители из всех российских городов, в том числе и Нижнего Тагила. Такой опрос проводится в России впервые. Деньги, стажировка и путевка в Артек. Более 70 тагильчан отправятся на полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена». Всего от Свердловской области 550 полуфиналистов. Наш регион по количеству призеров стоит на втором месте. Из Нижнего Тагила 72 участника всероссийского конкурса «Большая перемена» отправятся на полуфинал. Это старшеклассники и студенты. Они уже преодолели первый дистанционный этап, представили визитную карточку, написали эссе, разработали проект на выбранную тему. Самое сложное – это было решение кейса. Нам предложили задание. Мне надо было придумать концепцию пилотермы космонавтики на 10 лет и модули, которые будут использоваться в Российской орбитальной станции. Кирилл Кизилов участвует в конкурсе впервые. Он вместе с тысячами школьников со всей страны поборется на конкурсе за денежные призы. Финалисты из 8-10 классов получат по 100 и 200 тысяч рублей. А победители от 200 тысяч до миллиона. Но прежде чем ехать на полуфинал, нужно узнать побольше обо всем. Что будет дальше? Сегодня состоялось такое неформальное открытие муниципальной команды. И мы начинаем подготовку к полуфиналу. Мы не знаем, что там будет. Мы не знаем, какие задания придумала нам большая перемена, чтобы проверить компетенции студентов и учащихся. Но они едут командой Нижнего Тагила. Они представляют наш город. И рассказать, что их ждет, как проходит, возможно, какие задания были в прошлом году. Да даже познакомиться. Мы пригласили всех. Даже есть участники прошлого года, но их немного. Их всего 5 человек. Одна из этой пятерки прошлогодних участников – Софья Сорокина. Ее история в Большой перемене началась три года назад. В 22-м году стала призером в финале конкурса. Сегодня новые цели. Мне бы хотелось очень сильно подрать этот приз на образование. Потому что в будущем я хочу стать подогодом. Я хочу стать учителем географии. Я очень сильно люблю путешествовать. И вот эти деньги я бы хотела отложить на учебу, чтобы развиваться, путешествовать, познавать Россию. Думаю, что если когда-то я выиграю миллион в следующем году, то я бы тоже отложу на образование, чтобы в дальнейшем у меня все получилось. Одни только стремятся попасть в финал, а другие уже там побывали. Например, студентка Елизавета Кузьминых. Участвую в Большой перемене два раза, как студентка СПО. В первый раз выиграла 200 тысяч, во второй раз миллион, как выпускница. Кроме денег, которые можно потратить на образование, Большая перемена радует и приятными поощрительными призами. Более двух тысяч финалистов получат путевку в Артек для продолжения участия в конкурсе, туристическую поездку, стажировку у партнеров конкурса и дополнительные баллы для поступления в ВУЗы. Тагильчане отправятся на полуфинал всероссийского конкурса в Ханты-Мансиск двумя командами с середины до конца августа. Региональную акцию «Единый этнодень» в третий раз организовала Свердловская областная межнациональная библиотека при поддержке Министерства культуры Свердловской области. Она приурочена к Международному дню дружбы и посвящена культуре народов Среднего Урала. В Нижнем Тагиле мероприятие в рамках акции состоялось в филиале номер 18 Центральной городской библиотеки на Гальянке. С октября прошлого года у нас работает площадка «Диалог культур» в рамках проекта «Вместо распаковка». И мы не первый раз рассказываем о культуре и бытии определенного народа. Поэтому для нас это уже данная встреча не новая. Просто мы сегодня пригласили всех представителей национальных диаспор, которые есть в Нижнем Тагиле, чтобы с ними побеседовать, поиграть. Приглашение приняли национально-культурные организации «Башкет», «Татар», «Немцев», «Армян», представители узбекской диаспоры. Мероприятие прошло в форме интеллектуальной игры под названием «Калейдоскоп культур». Разделившись на три команды, участники искали ответы на вопросы в категориях «Народы», «Обычи и традиции», «Промыслы», «Творчество Павла Бажова». В Свердловской области 105 библиотек из 33 муниципальных образований стали площадками акций «Единый от на день». Они провели около 200 различных мероприятий. О развитии дорожного хозяйства, ремонтах наших магистралей пойдет речь в программе «Факты в лицах». Разговор с генеральным директором УБТ «Уралвагонзавод», управляющим дорожной организацией «УБТ-сервис» смотрите сразу после выпуска новостей.